Видео подготовлено сайтом online.dz.net. Здравствуйте! Решим задание 584. Нам нужно решить уравнение и пункт А. 1,38х плюс 5,744 равняется 0,18х плюс 5,78. Переносим все, что содержит х в левую сторону. 1,38х здесь была еще 0,18х. Переносим, меняем знак на противоположный, станет минус 0,18х. 5,78 было в правой части, и еще плюс 5,744. Переносим, станет минус 5,744. 1,38 минус 0,18 будет 1,20х. 5,78 минус 5,744. Давайте уравняем количество знаков после запятой, чтобы можно было вычесть. 0 минус 4 не вычесть. У восьмерки занимаем. 10 минус 4 – 6. У восьмерки заняли, а семерка осталась. 7 минус 4 – 3. 7 минус 7 – 0, запятую снесли. 5 минус 5 – 0. То есть получили 0,36. Чтобы найти х, нужно 0,36 разделить на 0,2. Переносим запятую в делителе на один знак права, значит, в делимом на один знак права. Получаем 0,36 делится на 12. Если 36 разделить на 12, будет 3. Но еще 2 знака запятой. После запятой у нас было, значит, 2 знака после запятой останется. То есть получаем 0,03. Пункт В. 1,11 минус 3,48х равняется 6,52х минус 0,89х. То есть 0,89 минус 3,48х было, еще 6,52х перенесли. Станет минус 6,52х, так как меняется знак на противоположной при переносе. Минус 0,89 было, еще 1,11 перенесли, станет минус 1,11. Минус 3,48х минус 6,52х – 2 отрицательных числа. Поэтому ставим знак минус перед результатом, складываем модули. 3,48х и 6,52х. Одинаковое количество знаков после запятой. Поэтому можно просто сложить, не обращая внимания на запятую, и потом 2 знака запятой отделить. 3,48 плюс 6,52 будет тысяча. Два знака, если отделить, будет 10. То есть получаем минус 10х. Минус 0,89 минус 1,11. Также у нас 2 отрицательных числа. Ставим знак минус, складываем модули. Одинаковое количество знаков после запятой. Сложим, не обращая внимания на запятую. Потом 2 знака запятой отделим. 111 плюс 81 будет 200. Два знака отделяем, станет 2. Чтобы найти х, нужно минус 2 разделить на минус 10. Минус на минус дает плюс. При делении, поэтому х – положительное число. 2 разделить на 10 будет 0,2. То есть 0,2. Пункт В. 12,6 минус 6,85х равняется 56,4 плюс 0,45х. Переносим все, что с х в левую часть. То есть минус 6,85 было х, и 0,45 переносим. Станет минус 0,45х. 56,4 было. Еще 12,6 переносим. Станет минус 12,6. Давайте сложим. Два отрицательных числа. Минус 6,85 минус 0,45. Ставим знак минус, укладываем модули просто. 5 плюс 5 – 10. 0 пишем 1 в уме. 8,4. 12 и 1 в уме. 13. 3 пишем 1 в уме. Записнулись. 6,0 и 1 в уме 7. То есть получаем минус 7,3х. Смотрим, что у нас справа. Получается 56,4 минус 12,6. 4 минус 6 не вычесть. У шестерки занимаем. 14 минус 6 – 8. Запятую снесли. У шестерки заняли. Пятерок осталось. 5 минус 2 – 3. 5 минус 1 – 4. То есть получаем 43,8. Чтобы найти х, нужно 43,8 разделить на минус 7,3. Во-первых, отрицательное число получится. Во-вторых, перенесем запятую вправо на один знак. В обоих случаях. И в делимом, и в делимом. То есть получаем в делимом и в делителе. Получаем 438, деленное на 73. Давайте выполним это деление с остатком, чтобы выделить целую часть. И оно делится на целое. Просто разделим. Возьмем по 6. 6 на 3 – 18. 8 пишем 1 в уме. 6 на 7 – 42. И 1 в уме – 43. Вычитаем. Получили 0. То есть разделили без остатка. То есть х минус 6. Пункт Г. 3,24х минус 1,295 равняется 1,705 минус 5,76х. Переносим все, что с оксом влево. Берем вместе со знаком число. 3,24х было. Слева и минус 5,76 принесли. Станет плюс 5,76х. Справа получаем 1,705 было. И минус 1,295 переносим. Станет плюс 1,295. 3,24 плюс 5,76 будет 900. И два знака с запятой отделили, потому что мы складывали дроби, у которых по два знака после запятой, получаем 9х. 9х. 1705 плюс 1295. Получаем 3000. И еще три знака с запятой нужно отделить, потому что у нас было по три знака после запятой. Получаем 3. Чтобы найти х, нужно 3 разделить на 9. 3 на 9 не делится. Поэтому давайте дробную черту место деления запишем и сократим. На 3 здесь 1, здесь 3. То есть получаем 1 третью. И выполнили задание 584. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!